В этом видео вы узнаете о стейкинге Sol в сети Solana и научитесь выбирать валидатора, отправлять Sol в стейкинг, получать с этого прибыль и выводить ее. Подписывайся на канал Криптон, а мы начинаем! В основе производства новых блоков в блокчейне Solana лежит стейкинг. Упрощенно, валидаторы, благодаря находящемуся у них в стейкинге Sol, производят новые блоки, за что получают награды. Количество Sol в стейкинге также влияет на вероятность того, что валидатор будет выбран для производства блока. Более подробно о механизме работы блокчейна Solana мы поговорим в одном из наших следующих видео. Чтобы стать валидатором, необходимо иметь большое количество Sol в стейкинге, постоянно поддерживать высокую производительность и стабильность своей ноды. Вместо этого пользователь может делегировать свои Sol валидатору. Благодаря этому, валидатор сможет производить блоки, а пользователь за делегирование своих Sol будет получать часть прибыли валидатора. При этом, Sol не отправляются напрямую на кошелек валидатора, а просто даются ему в пользование. Для отправки Sol в стейкинг мы воспользуемся одним из самых удобных кошельков сети Solana – Фантом, о котором у нас есть видео с полным разбором всех функций. Чтобы отправить Sol в стейкинг, выберите монету на главной странице кошелька и нажмите Start Earning Sol. По умолчанию, в начале списка будут отображены валидаторы с наибольшим количеством Sol в стейкинге. Делегирование таким валидатором своих Sol вредит децентрализации сети и иногда может быть невыгодным из-за нестабильной работы или повышенной комиссии ноды. Однако, если вы не хотите углубляться в механику выбора валидатора, делегирование Sol первым валидатором из списка не будет ошибкой. Статистику всех валидаторов вы найдете на сервисе Validator App, ссылка на который будет в описании. Вы можете отсортировать валидаторов по количеству очков и объему стейкинга, или найти заинтересовавшего вас валидатора из списка в кошельке Фантом. Важно обращать внимание на первые 3 и 5 маркеры очков, которые должны быть зелеными. Они отвечают за основные показатели производительности и стабильности ноды. Также обратите внимание на показатели Skiped Vote и Skiped Slot. Чем ниже будут эти значения и чем ровнее график, тем лучше. Перейдя на страницу конкретного валидатора, вы сможете отслеживать историю изменения его комиссии, которая напрямую влияет на вашу прибыль со стейкинга. Выбрав желаемого валидатора, найдите его в поиске в кошельке Фантом. Введите количество сол для отправки в стейкинг. После нажатия на стейк начнется отправка ваших сол в стейкинг. Забрать свои сол из стейкинга вы можете в любой момент, даже сразу после отправки. Однако заметьте, что как отправка, так и изъятие сол из стейкинга занимает одну эпоху – меру времени в сети Солана, которая длится около 2-3 дней. Отслеживать такую эпоху вы можете с помощью сервиса Solana Beach, ссылку на который вы найдете в описании. После наступления новой эпохи и активации вашего стейкинга, вы сможете отслеживать прибыль в том же разделе кошелька. Средняя годовая доходность стейкинга сол на данный момент составляет около 6-7% годовых. Там же вы можете изъять свои сол из стейкинга вместе с накопленными наградами. Для этого нажмите Unstake и дождитесь окончания эпохи, после чего сол будут перечислены на ваш кошелек. Помните, что участвуя в стейкинге, вы не просто получаете прибыль, но и способствуете децентрализации и эффективной работе сети. Узнавай новое о криптовалюте и подписывайся на канал Криптон и наши соцсети. Все ссылки будут в описании.